Снова в Мюнхене, и теперь сразу направляюсь, ну естественно через сам город Бальтовиц. Билетик уже купила здесь на месте, мы выиграли его, прибыли, я думаю, в первый деминал. Это мяч народа, чтобы купить, а так вот, хочу людей, хочу людей, поэтому все довольно-таки быстро. И вот так что, по времени успеваю пройти, вот как раз и мой трейд пришел. Я на месте, так как еще довольно киран для заселения, я решила сначала зайти в туристическую информацию, посмотреть, что здесь можно поделать. Потому что день только начался, время час дня, вот там посмотрим. Поздравляющая водичка. Вот здесь я и остановилась. Ввиду отсутствия одноместных номеров, меня заселили в двухместный, хотя живу я одна. Ещё лет не останавливалась в отелях. Вот такой милый номер. Ой, всё прекрасно. Мило, по-домашнему. В таком вот старинном здании. Отель. Очень атмосферно. Подниматься, конечно. А на второй этаж, под таким вот лестницей. Река Исар. Я сейчас собираюсь вон туда наверх. И вот здесь вот так вот всех тусую. Я начала совершать свой подъем. Тут же устала, конечно. А здесь ещё люди живут. И наверху там церковь. Так что вот встречаются уже Иисуса по пути. Кресты. Та-дам! И мы на одной из самых высоких точек города. Как выходят в СПА. А там в Кресту. Вообще, Баттёц. Известен. Изменит своими термальными водами, спа, центром. Как раз по той стороне реки, где я живу там. Там и считается этот район, где как раз находятся все вот эти вот термо-места, скажем так. И здесь, где я сижу сейчас наверху, это называется заранее, прошу прощения за мой немецкий, Кальвариенберг. И вообще, сколько раз? Я, по-моему, восьмой раз в Баварии, собственно, и в Германии просто. И за все это время, мне кажется, ко мне ни разу не обращались так часто по-немецки просто поболтать. Может быть, это черта всех небольших городков, где люди более общительные и хотят их поболтать со всеми, но... Их шпахи не их точь, не ихт. Вот отсюда такая красивая панорама открывается, умиротворяющая. Мне нравится. Можно полюбоваться. 16 ноября здесь проходят кешествия, наверное, с лошадьми, как в упряжках. И все молятся и идут, получается, как раз с этой вершины вниз в город. Спуститься я решила по другому пути, с другой стороны. Может быть, он будет живописнее, не знаю. По такой вот дорожке. Такое сильное ощущение, что утки просто серфят. Одна идет ко мне. А у меня такой, типа, обед. Надеюсь, они мне его не отожмут. Это прям страшно. Они меня окружают. Местная гопота. Вон, она ее просто несет боком. Ну, ребят, давайте по-мирному договоримся. Еще. В очередной раз я в поисках еды. И мы сначала всей толпой ходили, пытались найти, где поесть. То место, куда мы целенаправленно шли, оно переехало. И все сдались. Но я хочу есть. Вот, поэтому... Ну, не знаю, надежды мало. Такое очень тихое, спокойное место. Вообще, весь город вымер просто. Только иногда проезжают машины, и все. Вообще. Ну, может быть, все-таки мне удастся что-нибудь найти. Либо, блин, печально. Время полдевятого, я так и не нашла, что пожрать. Точнее, нашла только одно место, но там была полная посадка. И все. Это так тяжело принять, когда ты привык просто к круглосуточному сервису. Когда ты в любое время можешь пойти в магазин, что-то себе купить. В крайнем случае, просто заказать себе домой. Это боль и страдания. Хорошо, у меня есть йогурт с самолета. Я его решила приберечь. Так что ужинать буду им. На таких карточках пишутся по желанию молодоженам. Кто эти карточки потом найдет, потому что это все отправляется на воздушных шариках, отправляет им по почте. По-моему, очень круто. Почему мой такой медленный? Спасибо. Спасибо. Что за этим представление? Субтитры сделал DimaTorzok